Итак, всем привет! Я снова очень рада видеть всех вас на моем YouTube-канале. У нас с вами опять была небольшая пауза, сейчас нацепила весна, сейчас светит солнышко, сейчас мне хочется каких-то ярких красок, у меня очень хорошее настроение. Как видите, у меня даже появились вот такие вот чудесные розовые прядки в моих волосах. Если хотите узнать, каким именно образом они появились, ставьте лайки, оставляйте, пожалуйста, заявки под видео. Я сниму на тему своих розовых прядочек обязательно отдельное видео. А сегодня я хочу вам рассказать о своих новинках по уходу за кожей лица. Новинок, признаюсь честно, у меня накопилось достаточно много, сейчас буду вам про всех них рассказывать и останавливаться подробно на каждом из средств. Как я вам уже сказала, новинок по уходу за кожей лица у меня правда накопилось очень-очень много, потому что все больше марок сейчас стараются мне прислать свои продукты по уходу за кожей на обзор, чему я, честно сказать, несказанно рада. Я не знаю, вы сейчас, конечно, не видите, но вот весь мой столик сейчас заставлен просто различными баночками и скляночками, поэтому я думаю, что данное видео я все-таки разделю на две части и постараюсь вам рассказать о каждом из средств. Итак, оставайтесь, пожалуйста, со мной, впереди еще очень-очень много интересного. Хотелось бы начать свой рассказ сегодняшний с вот такого вот средства от моей любимой марки Дермалоджика. Средство данное называется Calm Water Gel. Во-первых, это абсолютно новинка марки, это очень классное такое увлажнение для кожи лица на гелевой основе. Объем данной тубы 50 мл, данный гель при соприкосновении с вашей кожей он фактически превращается в водичку. Он очень классно не только увлажняет мою кожу лица, но и при этом успокаивает ее. Я все последнее время, как вы видите, средство у меня уже почти закончилось, и все последнее время я пользовалась этим средством достаточно активно. Я пользовалась им два раза в день, нанося тонким слоем его на всю кожу моего лица, шеи и декольте. Периодически я комбинировала данное средство с сывороткой с гиалуроновой кислотой. В данном средстве также содержится гиалуроновая кислота. Действие средства мне действительно очень-очень понравилось. Данный гель, он абсолютно невесомый, он обладает очень такой вот действительно легкой невесомой текстурой, очень классно наслаивается и используется как один из продуктов. Пользовалась им с удовольствием. Как я уже сказала, данный гель у меня практически закончился. Следите, пожалуйста, за моими обновлениями. Совсем скоро у меня появится обзор на еще одну новинку от марки Дермалоджика. На самом деле сейчас можно уже говорить Дермалоджика, потому что марка Дермалоджика в ближайшее время меняет свое название на Дермалоджика. И так в ближайшее время у меня появится еще один обзор на абсолютную новинку от марки Дермалоджика, которая уже появилась в Соединенных Штатах Америки и которая со дня на день должна появиться в России. Следующая марка, новинками от которой мне хотелось бы с вами поделиться, это моя любимая российская марка органической косметики 2211. В одном из предыдущих видео я уже рассказывала про свои новинки от марки 2211. Я свою дружбу с маркой 2211 продолжаю, потому что марка, как я уже вам говорила, действительно очень-очень качественная. Рекомендую вам обратить на нее ваше внимание. В прошлый раз я вам рассказывала об вот таком вот увлажняющем муссе с пептидами и экстрактом граната от марки 2211. А сегодня я вам расскажу об еще одной сыворотке от марки 2211. Это детокс-сыворотка с антиоксидантами. Эти две сыворотки можно купить как по отдельности, так и совместно. Они идут в одном из специальных наборов от марки 2211. Итак, сыворотка, детокс-сыворотка с антиоксидантами. Она также в объеме 33 мл. Это такая вот стеклянная бутылочка с аккуратным носиком-дозатором. В отличие от увлажняющего мусса с гранатом, консистенция данной сыворотки будет чуть более жидкая и чуть более легкая. Данное средство я использую для ухода за своей кожей лица, как правило, по вечерам. Сейчас мой ритуал ухода за кожей лица как по вечерам, так и по утрам, он такой многоступенчатый. Я наслаиваю продукты, нанося их тоненьким-тоненьким слоем на всю кожу моего лица, шеи и декольте. И вот данное средство одно из тех двух и трех средств сильной и достаточной концентрации, сывороток, которые я поочередно наслаиваю на свою кожу для того, чтобы добиться еще более хорошего результата. Сыворотка очень-очень приятная в нанесении. Данного объема хватает достаточно надолго. Пользуюсь ей с удовольствием и с удовольствием вам ее рекомендую. Еще одно средство от марки 2211. Это новинка, это вот такое вот увлажнение, увлажняющий крем. Даже на самом деле это фактически увлажняющий флюид от марки 2211 с экстрактом белой шелковицы и акации. Он у нас не в бутылочке, он у нас вот в такой вот металлической тубе. Объем данной тубы 65 мл. Вам хватит данного крема достаточно надолго. Он имеет чуть более плотную консистенцию, чем увлажняющий мусс с экстрактом граната. Он немножечко более плотный, как я уже сказала, и чуть более жирный. Я думаю, что он идеально подойдет для ухода за кожей лица как в зимний период, так и в период межсезонья, когда все-таки наша кожа подвергается достаточно большому количеству стресса, когда ей нужна защита, когда ей нужны витаминки и когда ей необходимо не только увлажнение, но и питание. Именно со всеми этими проблемами данный крем-флюид справляется. Он, у него вот такая вот туба, соответственно, вы выдавливаете небольшое количество. Я периодически использую данный крем-флюид самостоятельно, периодически смешиваю его со своей любимой ревиталайзинг-маской от марки Доктор Хаушка, и в результате очень-очень довольна результатом. В ближайшее время я полечу в Москву. В Москве, если у нас вот здесь в Черногории уже светит солнышко, наступила весна, то в Москве все еще нас ждут периодические похолодания и не самый комфортный холодный ветер, поэтому данный крем с удовольствием возьму для защиты моего личика и кожи, соответственно, моего личика от стрессов и ветерной погоды московской. И еще одно средство, которое я попробовала, в которое я влюбилась, это вот такой вот бальзам для губ с дикой грушей и с розовым перцем. Вот такая вот черненькая туба, так же откручивается, собственно. Бальзам совершенно невероятно пахнет, у него потрясающий, вот действительно потрясающий грушевый аромат. Его прямо хочется кушать. Каждый раз, когда я наношу данный бальзам на свои губки, я огромное удовольствие получаю. Объем данный, я вот уже завернула, конечно, данную штучку сейчас разверну. Объем 15-13 мл. Как я уже сказала, регулярно использую данное средство для увлажнения и питания кожи моих губок. Более того, оно даже не столько увлажняет, сколько интенсивно восстанавливает. Вот после зимы кожа моих губ в этом году достаточно заметно подсохла. И с помощью данного средства от марки 2211 я решила проблему сухости собственных губ. Я их увлажнила, я их напитала и сделала гладкими для того, чтобы сейчас я могла наносить такие модные в этом сезоне матовые пудровые текстуры на свои губки. Вот сейчас, собственно, на моих губах одна из подобных текстур. Сверху я нанесла вот этот вот бальзам для придания такого небольшого эффекта живости и свежести. И также вот конкретно сейчас подобный бальзам я нанесла немножечко на яблочки своих щек. Также, чтобы придать такой вот влажный эффект и эффект молодого естественного сияния своей кожицы. Все мои новинки по уходу до кожи лица, о которых я бы хотела рассказать, это вот такие вот два средства от марки Kiehl's. Те, кто следят за моим инстаграм аккаунтом, видели совершенно потрясающий набор, посвященный 8 марта, который сделала марка Kiehl's. И я для себя выбрала одну из косметичек, в которую, собственно, и положила два, на самом деле нет, не два, а три средства от марки Kiehl's. Первая из них это была вот такая вот малышка Travel Size маски для мгновенного сияния кожи с куркумой. Маска вот в такой вот оранжевой баночке. Маска выглядит вот внутри, она вот такая вот желтенькая с мелкими черненькими такими частичками. Очень-очень необычная маска данная, пахнет травками. Как вы видите, маску достаточно активно использую, наношу ее раз в неделю на кожу своего лица, оставляю на 10 минут, затем смываю. Маска не только прекрасно улучшает цвет моего лица, выравнивает, также придает коже сияние и снимает, стирает, как по волшебству, все следы усталости на моем личике. Второе средство от марки Kiehl's, которое я попробовала, которое сейчас находится в моей дорожной косметичке, которую я, как правило, вожу в свои поездки в Москву, это вот такой вот Ultra Facial Cleanser от марки Kiehl's. Это travel size, это объем 75 мл, также данное очищение, данный очищающий гель есть и полноразмерный, обратите, пожалуйста, на него внимание. Это универсальный мягкий очищающий гель для кожи, он подходит абсолютно для всех типов кожи. Собственно, почему я на него обратила внимание, потому что слышала о нем достаточно большое количество восторженных отзывов, и непосредственно мне как раз нужен был именно мягкий очищающий гель для моей кожи лица, для поездок в Москву. Потому что в Москве, как вы знаете, вода очень сухая, водичка агрессивная, она отличается по составу от той воды, которую я умываю здесь, в Черногории. И поэтому данное средство, как я уже сказала, мне нужно было именно очень мягкое очищение для моей кожи, которое не будет провоцировать чувствительность моей кожи. А моя кожа, как вы знаете, она у меня не только комбинированная, но и чувствительная, особенно вот в зоне носогубного треугольника. Данное средство очень неплохо пенится, его достаточно немножко нужно, оно мягко очищает мое личико, оно убирает все загрязнения, оно не стягивает кожу. То есть вот это вот некомфортное ощущение стянутости кожи после использования данного геля вы точно-точно не получите. Если после него вот это вот такое вот ощущение прям звенящей чистой кожи, конкретно у меня нет, но для вот звенящей чистой кожи я использую более сильные средства, как правило на основе фруктовых кислот, которыми я пользуюсь 2-3 раза в неделю, а для каждодневного использования вот данное средство мне очень-очень понравилось. И третье средство от марки Kiehl's, которое я очень-очень давно уже хотела попробовать, это у нас также Travel Size, это абсолютно бестселлер марки Kiehl's, это Creamy Eye Treatment with Avocado. Это увлажняющий супер, ну даже не увлажняющий на самом деле, это суперпитательный крем для глазок, в котором содержится огромное количество масла авокадо, он даже по цвету, сейчас я вам покажу, вот такой вот зелененький, напоминает цвет моего любимого зеленого авокадо. Данный крем по уходу за глазки практически не имеет запах, и запах у него нейтральный, такой вот очень-очень незаметный, несмотря на то, что это Travel Size, здесь у нас объем 14 грамма, вы знаете, что 14-15 миллилитров это в принципе объем большинства средств по уходу за зоной наших век, полноразмерный, данный крем в объеме 30 миллилитров, ну 30 миллилитров вам хватит очень-очень надолго, вам на самом деле даже этого хватит очень-очень надолго, поэтому конкретно я свой выбор остановила именно на Travel Size, данный крем мне очень-очень нравится, использую его все последнее время ежевечернее, то есть на данный момент это мой базовый вечерний питательный крем для кожи век, который очень классно питает кожу век, который очень классно борется с первыми мимическими морщинками, кожа века разглаживается, глазки мои с утра выглядят отдохнувшими, такой проблемы, как при пухлости под глазами, такой проблемы, как ярко выраженные темные круги под глазами, также с этим кремом я не знаю, я очень-очень довольна результатом, с удовольствием буду продолжать пользоваться данным кремом и с удовольствием продолжу свое общение с маркой Kiehl's, которая не перестает меня удивлять и не перестает меня радовать своими новинками. И еще одно средство, о котором хочу вам рассказать, еще одна моя новинка, которую попробовала относительно недавно, уже в нее влюбилась, это вот такая вот увлажняющая маска от марки Refine, это Hydrating Gel Mask, это гелевая маска на основе органового масла, марка Refine пришла на российский рынок совсем недавно, это марка из Лос-Анджелеса, из солнечного Лос-Анджелеса, и это одна из тех марок, с помощью которых голливудские звезды готовят свою кожу, лица и тело красным ковровым дорожкам, данная баночка объемом 59 грамм, 60, соответственно, грамм, это стекло, она достаточно тяжелая, что, ну, на мой взгляд, для домашнего применения это очень-очень классно, потому что баночка, правда, такая вот роскошная, очень красиво смотрится на туалетном столике, с точки зрения перевозок, она, конечно, очень тяжелая, я для перевозок и для своих дорожных косметичек предпочитаю более легкие упаковки, как правило, пластиковые, невесомые, данная маска имеет вот такую вот гелевую текстуру, она очень-очень похожа на желе по своей консистенции, имеет такой вот достаточно приятный запах, ну, на мой взгляд, приятный, запахи это вещь индивидуальная, поэтому боюсь здесь что-то утверждать однозначно, данной маской пользуюсь достаточно активно, использую на данный момент ее два раза в неделю, наношу достаточно толстым слоем на кожу моего лица, шеи и декольте, оставляю на 10 минут, на самом деле периодически оставляю на 15-20 минут, затем аккуратно смываю остатки данной маски влажными спонжиками, результатом остаюсь очень-очень довольна, кожа после использования данной маски сохраняет свое увлажнение на несколько дней, тон кожи выравнивается, поры уменьшаются, данную маску я стараюсь использовать после того, как я использую достаточно глубокое очищение кожи на базе фруктовых кислот, то есть сначала я делаю экспалюацию собственной кожи, убираю все омертвевшие клеточки и потом уже наношу вот эту вот Hydrating Gel Mask от марки Refine, для того, чтобы моя обновленная кожа получила все необходимое увлажнение и все необходимое питание, которое данная масочка обеспечивает. Итак, очень рекомендую вам обратить внимание на эту маску, рекомендую вам обратить внимание на эту марку, с удовольствием продолжу знакомство с данной маркой и с удовольствием продолжу рассказывать вам о новинках от марки Refine. Итак, на этом я думаю, что первая часть моего видео о новинках ухода за кожей лица заканчивается, потому что я вам уже успела рассказать о достаточно большом количестве продуктов, при этом у меня здесь на моем столике осталось еще достаточно большое также количество средств, о которых я вам расскажу в следующем видео, в новинках по уходу за кожей лица, часть 2. Итак, спасибо большое, что оставались со мной, я очень надеюсь, что данная информация окажется для вас полезной. Если вам понравилось видео, ставьте пальчики вверх, оставляйте комментарии внизу, я с удовольствием отвечу на все-все-все ваши вопросы по уходу за кожей лица. Как вы знаете, я сейчас все чаще стараюсь рассказывать об уходе за кожей лица в Черногории на базе той косметики, которую можно найти в Черногории. Опять же, соответственно, если у вас возникают вопросы, пишите и задавайте, я с удовольствием на все ваши вопросы отвечу и дам вам рекомендации по уходу. Оставайтесь, пожалуйста, молодыми, оставайтесь, пожалуйста, красивыми, пусть ваша кожица сияет молодостью и здоровьем, и давайте вместе радоваться весне, несмотря на то, что она поздняя, она запоздалая, она как-то вот пришла к нам только в апреле месяце, но тем не менее она пришла, поэтому давайте вместе радоваться, давайте вместе улыбаться, светиться и заряжать друг друга позитивом. До скорых встреч на моем канале, пока-пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok